В театре «Наш дом» – аншлаг. До начала спектакля 20 минут, а зрители уже в фойе настраивают на предстоящее театрализованное представление живым вокальным исполнением. В зале мало свободных мест. Посмотреть действия по пьесе Островского «На всякого мудреца довольно простоты» пришли младые люди и пенсионеры. Вот наделали все прививки, какие только можно. Вот теперь посещаем. Островского-то я вообще обожаю. Только классику. Да, и только классическую постановку. Мы со Сходни вообще, союз пенсионеров. Вот нас сегодня пригласили на премьерный спектакль. Очень рады. Нам здесь очень нравится. Очень уютно и здорово. Труп очень хороший. Очень нам нравится. Гаснет свет. В течение трех часов на сцене разворачивается история молодого человека, решившего любой ценой добиться успеха. Островский отвечает на вопрос, каким путем хитрый молодой человек по фамилии Глумов пытается сделать себе карьеру и выбиться в люди. Есть могу поверьте, я нашел тебя, дядя! Мой дядя! Мой дядя! Мой дядя! Мой дядя! Мой дядя! Мой дядя! Артисты театра «Наш дом» сделали пьесу середины 19 века чуть более современной. Это выражено в одежде и в окружении героев. Также в спектакле звучат русские народные песни. По словам художественного руководителя театра Сергея Постнова, характеры людей за 150 лет не изменились и сегодня. Поэтому пьесу целенаправленно сделали более современной. Такая форма, которую мы придумали сегодня, она, мне кажется, более выгодна для подачи людей, которые живут сейчас, в наше время. Потому что Островский написал в 19 веке пьесу. Мы не стеснялись в этом плане и так, знаете, крупными мазками это показали. Намеренно. Премьера спектакля по пьесе Островского «На всякого мудреца. Довольно простоты» прошла в рамках проекта партии «Единая Россия. Культура. Малые родины». Благодаря которому в муниципалитетах реализуются проекты театра малых городов и театр детям.